Всем привет! Сержант Изуминашнс и сейчас я вам расскажу о создании мойка в игре Counter-Strike. Речь пойдет о версии 1.6, но в сурс похожая система. Нам понадобится копия игры, чтобы она была пропачена в мейкерском конфиг. То бишь, чтобы там был убран вход, пожелание всякие текстуры, высокодетализированное оружие и такого плана. Сейчас я открыл настройки видеокарты и в них главной является самообработка объектов. Сглаживание, чтобы не было лесенок всяких, и незатрупная фильтрация, где на дальних дистанциях не будет размываться плавка. У всех видеокарты разные, соответственно, дровакуумы тоже разные, и вам надо найти эти опции и поднять их на максимум. Для записи звука нам понадобится программа Total Recorder. Заходим в настройки, вставляем свою звуковую карту, источник звука, стерео-микшер и настройки выхода аудиопотока. Можете попробовать что-нибудь записать с своего обычного проигрывателя. Удачно. Далее запускаем саму игру. В консоли прописываю конфиг кодремовера, который можете найти на нашем сайте. Дальше идем в настройки. Прицел или размер средний. Он должен быть прозрачным, потому что салатовый цвет плохо кодируется. Дальше заходим в папочку видеонастроек. Разрешение. Любое, которое вы можете выбрать. Также режим Whitescreen, где будет уже изображение обрезано. Сверху и снизу. Ну и сейчас запускаем саму демо, как нужно нам моменты. Прописываем команду StartMove. Далее идет имя файлов, пускай будет буковка А. И далее 90, что означает, что будет сниматься 90 кадров в секунду. Называется эта секвенция BMP, значит не в реальном времени все происходит. И будут визуальные лаги при процессе. Момент захвачен и останавливаем процесс команды EndMove. Возвращаемся к началу момента и нажимаем запись в Total Recorder. Встанавливаем запись и сохраняем отдельный аудиофайл. То же самое проделываете с планами. Так, теперь закрываем всю эту байду, идем в директорию игры и находим эти скриншоты. Советую вырезать их в отдельную папку для удобства. Так, отлично. Теперь запускаем программу VirtualDub, которая превратит наши скриншоты в видео. Открываем первый скриншот и загрузим все одноименно пронумерованные скриншоты. Дальше заходим в настройки видео. Там можно выставить желаемое количество кадров в секунду. Та же кодек сжатия, где мы выбираем не сжатый, но лучше бы не было потери качества. Ну и сохраняем все это дело в IV-файл. Мда, процесс долгий и ускорим. То же самое проделаем со скриншотами от камеры, выбрав первый кадр от следующего имени пронумеровки скриншотов. Ну а скриншоты от готового видео можно просто стереть для экономии места на диске. Давайте что ли обоину сменим? Идем в папку с нашими видяшками и можно переименовать их по вкусу. Теперь открываем программу Sony Vegas и закидываем туда наши файлы видео и аудио. Идем в настройки проекта. Там вставляем разрешение, при котором снимались скриншоты. Потом количество кадров в секунду и остальные настройки, как видите, на картинке. Заходим в настройки видеофайла и ускоряем его в три раза. Так как записывали мы его в три раза медленнее, чтобы потом получился Motion Blur для плавности видео. Сейчас обрезаю ненужные куски видео, где виден технологический процесс захвата видео, а точнее видна консоль и плеер в CS. Сейчас будем синхронизировать in-game sound с видео. Обычно это делается по первому выстрелу. Можно поставить маркер для удобства. Это как закладка книги на нужной стороне, а по дефолту буква M. А сейчас поговорим об эффектах и цветокоррекции. Для начала настроим левел с белого и черного, для контрастности видео. Советую скачать плагин к Vegas в Magic Bullet. Там очень много настроек по цветокоррекции и думаю удовлетворит самый заширанный вкус. Эта кнопочка удаляется эффект. Сейчас мы зашли в настройки панкрупа. Здесь можно редактировать рабочую поверхность видео. То есть приближать, удалять, крутить, обрезать и делать маску видео. Мы сейчас попробуем сделать резкое приближение на смерти второго человечка. У настройки эффектов есть таймлайн, на который можно добавлять кейфреймы. К каждому кейфрейму можно присылать разные значения настройок эффектов. И эти настройки будут изменяться от одного кейфрейма к другому, если они разные. А быстрота изменения будет зависеть от дальность расположения друг от друга. Только не делайте слишком долгий эффект приближения, а то будут видны пиксели. Можно заснять видео более высоким разрешением, чем проект. Но не для вида из глаз. Вернемся обратно в цветокоррекции. Например, вот для одного видеофайла настроили левел. И чтобы не настраивать так же на других видеофайлах, можно сохранить эти настройки. А сейчас мы попробуем сделать маску. И чтобы засветился коричневый опорный столб. Добавляем видеодорожку, копируем видеофайл и засветляем его. Заходим в панк-кроп и таймлайн переключаем на маску. Для точности можно потом подредактировать края маски. Слева от рабочего окна находятся настройки, где можно поиграть с параметрами маски. Сейчас мы попробуем размыть ее края. Вот так можно настроить прозрачность видеофайла. А вот так можно сбоку сделать плавный переход от прозрачность. Ну вот, вроде нормально. Но если у вас не статические изображения, то придется вам кейфреймом изменять местоположение маски, чтобы ее делать анимирование. А сейчас я вам расскажу про эффект Chroma Keyer. Он как и маска вырезает, но вырезает именно цвет. И покажу на примере двух картинок. Выберем, например, серый цвет дыма. Результат, конечно, не идеальный, так как в других некоторых местах содержится небольшой процент серого цвета. Ну, можно всякими еще эффектами отредактировать еще больше от всей цвета. Ну, а вот если у вас есть анимированный футаж с черным фоном, который надо удалить, то для этого лучше использовать композитинг-фмод дорожки под названием ADD. Но есть картинки уже с готовым прозрачным фоном. Их просто надо добавить. И так же на все про все можно добавлять разнообразные эффекты. И так, наконец, мы добавляем музыку. Хотя по правилам ее самой первой надо было добавлять, так как на ней будет строить синхронизация. Да, вот по этому небольшому кусочку мы сделаем синхронизация. Порой на аудиодорожке видны такие всплески битов, а иногда и нет. В таких случаях полагаемся на свой слух, но всегда советую ставить маркера. Так, то приближение на втором киле мне кажется рисковатым, так что сделаю подлиннее. Так, выставляем предполагаемые маркера, и дальше будем их прослушивать. Ну а синхрон мы достаточно простой будем делать. Здесь вырежем большой кусок видео, из него вырежем маленький кусочек видео. И каждый кусочек будет на новый бит начинаться. Упс, тут мы как будто ошибку совершили, но есть кнопка возврата предыдущего события. Ингейм сам на этого кусочку удалю, так как все равно нихрена не слышно. Ну и начинаем кромсать, например, на равноудаленное расстояние. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может в уроке плохо заметно, так как мало количества кадров в секунду, но был пропущен один бит между первым и вторым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так что запихнем туда еще один кусочек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, вроде нормально, обязательно прослушивайте момент несколько раз, чтобы довести симпро до идеала. Ну и сейчас можно создать вспышку на счете каждого моментика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вроде разобрались. Это была битовая синхро, но есть еще темповая. Она легкая, но многие про нее забывают. Например, когда идет медляка, а на экране происходит быстрое какое-то действие. То некрасиво смотрится. Так, теперь поговорим о переходах. Видео как бы может наезжать друг на друга, чтобы от одного видео был плавный переход к другому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также существуют специальные эффекты для переходов, только не используйте всякие дурацы в виде пластинок. Возьмем, к примеру, флэш и перетащим ее на скрещение видеофайлов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Длительность перехода, конечно, зависит от длины скрещения файлов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маловато. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ладно, приступаем к оформлению. Добавим сейчас текстовый эффект. Взял эффект уже с прозрачным фоном, он как бы предназначен, чтобы высушивать поверх видео, но мы просто ссунем начало трек. В своих опциях тут можно сам текст писать, шрифт выбирать, там есть расположение делать, и анимацию самого текста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, ну анимация сейчас что-то глючит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и саму надпись можно тоже как-нибудь оформить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот. Ну и напоследок разберём титры. Как видно, тут уже имеются готовые шаблоны, но мы возьмём классические. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут заполняем нужную нам инфу, каждую строчку можно редактировать, например, разменить все эти, и добавить можно новых строчек. А справа находится у нас собственные опции, где можно всякий шрифт, размер, цвет поменять и так далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот тут я ошибся, титры не доигрывают до конца, я отсёк лишнее видео просто, а надо было убыстрять. Убыстряется так же, как и убирается лишнее видео, только при нажитой контроль кнопке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, основу монтажа я вам рассказал, а уроки по кодированию у нас есть на сайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, я чуть совсем не забыл сказать, что если вам надо какой-то кусочек только отрендерить, то надо выделить эту область, и будет только рендериться она одна. Ну, по-быстрому вам покажу простые настройки ВМВ. Качество чуть-чуть снизим. И потом нажимаем сохранить. А вот это настройки АВИ нежатого видео, если потом собираетесь кодировать в других программах. Ну вот, урок подошёл к концу. И главное помнить, если вы будете трудолюбивы, то тогда у вас всё получится. Удачи вам! Команда BoyNations. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова